МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас в гостях Алексей Трушин, руководитель проекта «Европея». Здравствуйте, Алексей Александрович. Почему вы решили заинтересоваться этим фестивалем? Откуда такое желание праздновать Октоберфест? Дело в том, что проект «Немецкая деревня», который стал родоначальником проекта «Европея», имеет свои корни с немецкой земли. То есть проект проектировали немецкие проектировщики. И есть связи нашего российского бизнеса с немецким. И когда начиналась строиться немецкая деревня, которое тогда уже планировалось как город-спутник Краснодара, соответственно, было желание и стремление максимум традиций перенести европейских и, в частности, немецких на нашу землю. И в том числе, поскольку концепцией немецкой деревни было то, что это не просто набор жилых домов, это действительно образ жизни. А что является составной частью образа жизни? Конечно же, праздники. Самый знаменитый праздник немецкий, который у всех на слуху, это «Октоберфест». Это фестиваль, народный праздник, который проводится в последнюю неделю сентября и олицетворяет собой общение живое, хорошее времяпровождение. Радость. Радость. И все это объединяет пенный напиток. А сильно ли будет отличаться Краснодарский «Октоберфест» от мюнхенского, например? Ну, кроме того, что они празднуют дольше, 16 дней, по-моему, а мы всего лишь 8. Ну, скажем так, отличаться будет не сильно. То есть с каждым годом отличий все меньше и меньше. Сначала мы привозили пиво. Сейчас первый год, когда мы действительно варим пиво. И в этом году запланировано сварить именно к празднику 20 тонн, в том числе порядка 8 тонн именно фестивального праздничного пива. У нас всем этим занимается немецкий пивовар. У нас ресторан «Паулайнер» на немецкой деревне, который открылся именно в этом году. Соответственно, каждый раз у нас все больше и больше схожества с этим праздником. Кроме того, надо отметить, что «Октоберфест» в Европе, в немецкой деревне, это единственный в России праздник под открытым небом, так, как это происходит в Мюнхене. Вот подождите, по поводу количества продукции. 20 тонн, вы сказали, да? Да, 20 тонн пива. По опыту прошлых лет хватало этого количества? Нет, в этом году действительно, естественно, больше, потому что по опыту прошлых лет, ну, во-первых, мы постоянно стремились, как сделать этот праздник лучше. То есть мы учитывали тот опыт, который у нас был. И теперь в этом году наш фестиваль, он юбилейный. То есть это первые 5 лет проекта «Европея», «Немецкая деревня». Соответственно, праздничный фестиваль, мы пригласили Веру Брежневу, мы пригласили большое количество... Вот об этом хотелось чуть позже сказать. Вот скажите, по поводу открытия, старта фестиваля. Опять же, если обращаться к Мюнхенскому празднику, то там стартуют с выстрелов из пушки, а именно их 12. У нас так же шумно будет? Ну, у нас будет шумно, весело. То есть выстрел из пушки будет в конце, это фейверк. А откроем мы наш праздник праздничным шествием. И, соответственно, как и в Мюнхене в «Октобрах» вести, праздник откроется открытием праздничной бочки с пивом. И, соответственно, приветственными словами организаторов, участников... А кто получит право открыть, так сказать, первый бочонок? Ну, естественно, это будет таким небольшим сюрпризом. То есть понятно, что в первую очередь будут открывать руководители проекта. Это наш основной акционер и инвестор Исаев Резон Дуаич. То есть его почетные гости получат первое право открыть эту бочку. Ну, еще одна отличительная черта «Октоберфеста» — это антураж и такая яркая, насыщенная атмосфера, которую создают в том числе и девушки в определенных национальных костюмах, которые, кстати, умудряются в одной руке унести три, а то и четыре тяжелые кружки пива. Вот у вас персонал уже подготовлен? Ну, персонал готовится. Понятно, что пока это еще не так, как на «Октоберфесте», то есть не по 10-11 кружек, но я абсолютно уверен, что будет на что посмотреть. И наши официанты, наш персонал, они постоянно тренируются и двигаются. А тренировки сейчас уже идут, я так говорю. Конечно, у нас же работает ресторан «Паулайнер», где в текущем режиме как раз и проходят все тренировки. Ну, отлично, посмотрим, как это все будет проходить. Мы уже сказали, что будет много вкусностей, в том числе и напитка. Ну и теперь давайте о зрелищах. Вы упомянули уже главную звезду поющую, порадуете мужчин, я думаю, как их будет огромное количество. Итак, кто же приглашенная поющая звезда? Приглашенная поющая звезда Вера Брежнева. То есть у нее очень интересный зажигательный репертуар. И я абсолютно уверен, что она интересна не только мужчинам, но и женщинам, потому что песней о бриллиантах это является практически где-то даже может быть гимном. Но помимо этого, помимо выступления Веры Брежневой, у нас запланированы мероприятия для детей, то есть специально выделены зоны для игр. Кроме того, ну, понятно, мы постарались сделать действительно праздник для всех возрастов, для всех жителей и гостей нашего города. Я абсолютно уверен по опыту предыдущих праздников, что интересно будет действительно всем. И кроме того, помимо самого праздника, мы лишний раз покажем то, что достиг проекта Европея, проект «Немецкая деревня». У нас очень много отличий качественных, которые позволяют нам с гордостью говорить о нашем проекте. Про костюмированное шоу расскажите. Костюмированное шоу – это такое мероприятие, которое будет в начале праздника, где будет такое шествие с организаторами, с гостями. И вот это шествие закончится открытием первой бочки и, собственно, положит начало празднику. То есть мы специально готовим, оформляем наши аллеи, по которым будет это все проходить. Как они будут оформлены? Ну, не хотелось бы всего рассказывать. Все-таки мы хотим больше удивлять. Хорошо. По поводу костюмов, главные условия участия. Как поучаствовать в шоу? Действительно должен быть интересный костюм, праздничный, народный, с тем, чтобы он был узнаваем, был привлекательный. И все желающие могут поучаствовать в этом, присоединиться. Для этого нужно приехать к 11 часам и быть готовым к тому, чтобы действительно получить большую порцию отличного настроения и принять участие в нашем празднике. Ну, я правильно понимаю, что это шоу, этот фестиваль, большой праздник вкусный, будет не только для жителей немецкой деревни? Естественно. В первую очередь это для, ну, понятно, для жителей, но и для гостей, для тех, для всех тех, кто интересуется немецкой деревней, Европеей праздником. То есть это действительно настоящее. Мы даже, дело в том, что не боимся и не опасаемся, как многие раньше задавали вопрос, не боитесь ли вы проводить его в день города, когда в городе на многих других площадках будут интересные мероприятия, зрелища. Но пятилетний опыт проведения показывает, что не боимся, поскольку всегда интересно участвовать в эмоциональном празднике, по-доброму, позитивном. Вот именно такой праздник мы проводим у себя в Европе и на немецкой деревне. Вход свободный? Вход свободный, да, бесплатный. И еще такой момент по поводу парковок. Предусмотрены ли они? Потому что, понятное дело, напиток алкогольный, пенный. Многие захотят приехать на общественном транспорте, так сказать, или оставить где-то надолго свой автомобиль. Предусмотрено это? Безусловно, мы предусмотрели дополнительные парковки на сайте европея.ру. Мы разместили схему парковок, схему движения маршрута, программу праздника. Кроме того, особенностью нашего праздника будет являться то, что мы привлекаем дополнительно два автобусных маршрута. Один из которых будет двигаться от Красной площади, второй от парка Европы на Красных партизан. Таким образом, большинство гостей могут оставить свои машины в городе и приехать к нам на специальных автобусах и, соответственно, также уехать. Мы даже предусмотрели и эти вещи, потому что нам важно, чтобы все те, кто у нас отдыхает, отдыхали с хорошим настроением, не заботясь о том, что им предстоит еще как-то ехать. Вы все равно всех секретов, я поняла, не раскрываете, но тем не менее хочется узнать, как сама площадка будет оформлена, организована. Я знаю, что в Германии даже выделяют отдельные шатры для гостей с детьми, для пожилых людей, для молодежи. Как у вас? Центром нашего мероприятия будет общественный центр немецкой деревни. И там очень большое открытое пространство. Очень удобно располагаться на газонной траве с пледами. Кроме того, у нас будут и шатры, и столы традиционные со скамьями под зонтами, и территории площади ресторана паулайнеров нашего и так далее. То есть мы предусмотрели очень много места для того, чтобы с одной стороны было очень комфортно и свободно, с другой стороны не было тесноты, и праздник был бы такой действительно интересным. И кроме того, в программе праздника запланированы акценты в разное время, в разных местах. И я абсолютно уверен, что всем будет интересно не только с 11 часов, когда начнется шествие, но и до 22, когда наш праздник будет закрываться салютом. Я знаю, что во время фестиваля вы проводите очень заманчивую, выгодную акцию. Вот об этом. Ну, действительно, мы готовились к этому празднику достаточно давно, и хотим, чтобы праздник был не только радостный, но и выгодный. И поэтому мы нашим покупателям, на самом деле, проводим две акции. Одна в честь пятилетия проекта «Европея», когда мы дарим скидку 5000 рублей с квадратного метра недвижимости и 500 тысяч рублей с участка для наших покупателей. А другая действительно очень серьезная, очень сильная наша акция – это «Золотая суббота в Европее». Когда человек, ну или любой покупатель, который пришел, обратился и готов полностью оплатить покупку именно 26 сентября, скидки будут, ну, поистине, огромные. То есть они будут, цены будут чуть выше себестоимости. То есть главное условие – успеть в этот, в один день. Именно в этот день. И внести полную сумму. Да, это будет двойной праздник для тех, кто желает себе приобрести качественное жилье, кто хочет улучшить свои жилищные условия, потому что «Европея» – это действительно способ улучшить свои условия. У нас много преимуществ, у нас и малоэтажно, и комфортно, и мы проводим праздники. Мы все делаем для того, чтобы люди действительно чувствовали себя комфортно и безопасно. Это является основным девизом «Европея», «Немецкой деревни» и всех наших проектов. Алексей Александрович, ну и главный вопрос, когда же уже начнутся празднования? Какая дата? Звучите. Начало праздника будет 19 сентября, а кульминация праздника пройдет 26 сентября в день города на немецкой деревне. Таким образом, в течение всей недели можно будет приезжать в любое время, наслаждаться отдыхом на немецкой деревне на берегу озера, пробовать праздничное пиво и отлично проводить время. Мы всегда рады видеть своих гостей у себя на празднике. Ну что же, напомню, что всех краснодарцев и не только ждут на Октоберфесте в немецкой деревне с 26 сентября. Спасибо, что были с нами. Увидимся.